Меня зовут Дадиль Нурмаков, из города Алматы. Я возглавляю фонд Urban Forum Казахстан. Три слова, которые лучше всего меня характеризуют, это ответственность, открытость и честность. Вопросы городского развития и сам город, мой город Алматы, он всегда был частью моей жизни и как политолог мой главный исследовательский интерес состоял в исследовании гражданского общества, исследования неправительственных организаций. Так я, собственно, и пришел в гуманистику, и мы с коллегами учредили общественный фонд Urban Forum Казахстан, который на сегодня уже седьмой год работает, и не только в Алматы, но и в Алматы. Основная проблема, которую мы видим в наших городах, это то, что решения принимаются без участия горожан. С 2015 года Urban Forum Казахстан работает над тем, чтобы городские процессы решения на городском уровне принимались с максимальным увлечением горожан и экспертов. Наша миссия заключается в том, чтобы модерировать этот диалог между жителями, администрацией, бизнес-структурами, потому что все они участники городского развития, у них разные могут быть интересы, но справедливым развитие городов будет тогда, когда интересы каждой стороны будут услышаны и учтены. Как правило, наша работа состоит из нескольких результатов. Это исследования, это консультации с экспертами, консультации с жителями, диалоговые мероприятия и адвокационные компании. Главной задачей для меня как руководителя было настроить все эти процессы так, чтобы они работали эффективно, чтобы мы никого не подводили, чтобы мы не теряли в качестве реализуемых нами проектов и добивались результатов. Программа институционального развития Фонда Евразии очень помогла нам, нашей команде и мне лично в том, чтобы определить видение того, чего мы именно хотим, как мы будем этого добиваться и где нам искать поддержку для своих. Наша адвокационная компания, которая началась еще в 2017 году, она была посвящена большей открытости процесса принятия решений архитектурных и градостроительных решений города Казахстана. Это был год, когда были упразднены градостроительные советы, это консультативно-совещательные органы. До 2017 года занимались рассмотрением проектов, одобрением проектов в городах. Мы очень сильно критиковали этот орган и механизм принятия решений, потому что не было никаких критериев. Советы состояли на треть из-за чиновников, на треть из-за застройщиков, но уже под вопрос ставилась их независимость и объективность. Вот в течение пяти лет мы работали над тем, чтобы убедить общественность и профессиональное сообщество, и самих застройщиков, и, конечно же, администрацию города, в том, что это необходимость. Ситуация, при которой все решения принимаются в четырех стенах одного ведомства, это ненормальная ситуация, когда за портом остается мнение специалистов, независимых экспертов, за портом остается мнение жителей, на которых повлияет новое строительство и так далее. В прошлом году нам удалось, наконец, добиться перемен. В городе Алматы был создан предостроительный совет уже по новой модели, то есть это мультидисциплинарный орган, в котором представлена мультидисциплинарная экспертиза, не только архитекторы и дизайнеры, но и экологи, социологи, экономисты и так далее. И этот орган с сентября 2022 года занимается оценкой проектов. Больше всего мотивирует уверенность в том, что мы правы. Вещи, о которых мы говорим, то, что мы предлагаем, эти рекомендации, которые мы продвигаем, что они на самом деле необходимы. Я считаю, что это второе рождение гражданского общества в Казахстане. Гражданское общество как по учебнику, когда люди самоорганизуются вокруг какой-то определенной проблемы, посвящают этому свое время, ресурсы, и ради какого-то коллективного действия, ради достижения какой-то определенной цели, не подгоняя свою работу под запрос доноров или какой-то государственный заказ. Это то, что называется низовой инициативой.